Многие цели, которые президент поставил в своем стратегии, многие из них будем выполнять мы, я и мои будущие коллеги, нынешние сокурсники. И я уже чувствую ответственность, возложенную на нас, в этой инфраструктуре, и огромные ресурсы, которые на нас складывают эти инвестиции, и очень хочется их оправдать. И оправдать не только отличной учебой, но и участвуя в жизни университета. Одна наша библиотека, чего стоит, чувствуешь долг, что ты должен прочитать не только учебники, но и художественную литературу, развивать свой кругозор. Также, мне кажется, нам очень повезло учиться с такими талантливыми студентами. Они не только умные, но и хотят делиться тем, что они уже знают. У нас много клубов, например, которые языка мучают. Также спортивные секции я сама, например, в женском футболе играю, пытаюсь научить девочек играть в футбол, и как бы основывать уже спортивные секции нашего университета. У нас очень активная студенческая жизнь. Например, я в студенческом консульстве, мы в своей школе организовываем разные мероприятия. Это усиливает дружеские семейные связи. Чувствуешь себя как одной семьей, потому что вот это, например, большой проект, который президент хочет осуществить, Манголик Ель, например, патриотический акт, ну, как бы, это чувство долга к семье, к своей стране, она, мне кажется, начинается с малого. Поэтому в этой части такие студенческие организации, они играют большую роль. И я, например, сама с города Аральска, там, где Аральское море, например, судьба моего города и малого Арала меня очень беспокоит. Мне хочется как политологу вернуться туда и, как бы, ну, это является частью моего плана вернуться и помочь. Так что, мне кажется, все начинается с малого. И если мы будем строить такие дружеские связи, нам будет легче в будущем выполнять наш долг и, как бы, вести Казахстан к цели, которую президент нам поставил, вводить в тридцатку уже самых конкурентоспособных стран.